Итак, в 2014 году, 1 августа, Германия находится в состоянии войны с Россией. И в это время сотни германских эшелонов грохочут, отправляясь на Запад. Через Люксембург, через нейтральную Бельгию. Кстати, любопытно, что Германия была в числе держав, гарантировавших нейтралитет Бельгии. Германский канцлер Бэтмен Гольвек цинично назвал подпись Германии над этим договором, ну тогда была Пруссия, потом Германия, колочком бумаги. Немцы стремятся, мы сейчас переходим к 1914 году, Западный фронт, обойти укрепление мощное Франции через Люксембург и нейтральную Бельгию, правителем которой был король Альберт. Нам с вами трудно представить. В планшетах германских генералов было расписано, в какой день они находятся в Льеже, в какой день они находятся в Брюсселе, там и так далее, все расписано. Но, однако, буквально первые дни показали порочность, авантюризм германской стратегии Блицкрига. Нейтральная Бельгия начинает отчаянно сопротивляться. И отсюда первые жестокие черты войны. Бомбардировка Лвена, расстрел заложников, убийство мирных жителей. Отчаянно сопротивляясь, бельгийская армия отступает. Франция, пограничное сражение, с трудом сдерживает наступление немецких войск. И французское правительство, напомню, между Россией и Францией был договор о совместных действиях. Военная конвенция уточнена в 12-14 году. Напомню, Франция обращается к России. Мы с вами только что говорили, у России ведущий был план А, Г, вспомогательный. Напомню, что тогда Россия имела неплохую армию. Это уже отдельный разговор истории России. Речь идет о Первой мировой. Тогда верховным главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич. Но, по крайней мере, Россия имела под ружьем более миллиона хорошо подготовленных воинов. За одного битва, двух небитых дают, прошедших, многие прошли, напомню, вы знаете, русско-японскую войну. И в этом отношении Франция просит о помощи. И в 1914 году создается два фронта, северо-западный и юго-западный. И вот юго-западный фронт осуществляет успешную галицийскую операцию, галицийская битва. Юго-западный фронт, северо-западный фронт начинает наступление в Восточной Пруссии. Как раз вот на территории Восточной Пруссии части находится наша Калининградская область в составе Российской Федерации. Россия выполняет свой союзнический долг. Армия Ренинкамфа успешно наступает по направлению на Гумбинин, Кёнигсберг. С юга русские войска наступают под командованием армия Самсонова. И вот хочу отметить, что Россия оказывает помощь Франции. Здесь же, кстати, любопытно был и первый офицерский Георгий. Под Каушиным, вам знакомый из истории гражданской войны, барон Петр Николаевич Врангель получает первый офицерский крест за взятие батареи германских войск, артиллеристов. Русские войска успешно наступают, и у города Гумбинин 20 августа ныне эта территория превращается в поле исторической памяти, устраивается военно-исторической реконструкцией. 20 августа русские наносят удар немцам, немцами командовал в целом в Восточной Пруссии генерал Притвиц. Любопытный еще один сюжет, немцы отступают, а в Инстербурге, ныне это Черняховск, назван в честь знаменитого советского полководца, погибшего здесь в феврале 1945 года на польской части территории Восточной Пруссии, в бывшей немецкой Восточной Пруссии. И вот в Черняховске, любопытный факт, проходит последний парад русской гвардии. Россия успешно наступает, и немецкий генеральный штаб осуществляет своеобразную рокировку. Значит, Притвиц убирают в Восточную Пруссию, направляются два опытных генерала Гинденбург и Людендорф. Людендорф планировал военные операции, и немцы перебрасывают с Западного фронта две пехотные дивизии и один кавалерийский корпус. То есть, срывается Блицкрик, срывается разгром Франции. Кстати, позже французы и не только, тот же маршал Жофер будет говорить о жертвенной роли России. Итак, Россия одерживает победу первую в Первой мировой войне под Гумбинином. Но немцы, используя, в общем-то, несогласованность действий армии Ленинкамфа и Самсонова, используя перехваты телеграфных сообщений армии, немцам удается оттеснить вторую армию, окружить. Здесь Самсонов застрелился. Позже была вытеснена армия Ленинкамфа. Но обратите внимание, события шли на немецкой территории. И хотел бы сказать, что успехи русских помогли Франции. Здесь же, на Восточном фронте, русские одерживают замечательную победу в Галицийской битве. 14-й год. Галиция – это ныне часть территории Украины. Позже Галиция на некоторое время становится российской провинцией. Итак, Восточный фронт помог французам, несмотря на неудачу Восточной Пруссии, победа в Галиции. И хочу обратить внимание, что этим воспользовались французы. Самое основное – сентябрь 1914 года Западный фронт. Французы одерживают победу на Марне. К неудовольствию немецкого большого генерального штаба война становится затяжной. И немцы пытаются окончательно разделаться с русскими. Восточный фронт, посмотрим. Восточный фронт, вы видите, Польша вдавлена в германские владения. Немцы пытаются осенью 1914 года разбить русских. Но, однако, Варшавско-Ивангородская и Лодзинская операции ни к чему не приводят. Таким образом, как вы видите, 1914 год разрушает планы молниеносной войны. Война затягивается. И напомню, кайзер Вильгельм II, человек самонадеянный, обещавший своим солдатам и офицерам вернуться домой им до осеннего листопада, обескуражен. Война затягивается. И так это один аспект, и другой аспект, и тогда же в 1914 году. Стороны ищут союзников. Тогда же, в 1914 году, Италия, участник Тройственного союза, спешно объявила о нейтралитете. Идет торг, кто больше даст. Антанта, либо Германия с Австро-Венгрией. Тем более, у Италии с Австро-Венгрией противоречия. В войну быстро вступает Япония. Япония в августе, 23 августа, вступает в войну и практически без большого боя при помощи англичан захватывает германские владения в Циндао. Это Шандунь на территории современного Китая. Острова на территории, в акватории Тихого океана, Маршалово и Марианские, Каролинские острова. Вот часть этих территорий захватывает Япония. А германский блок в это время достигает вроде бы дипломатического успеха. Какого? В войну вовлекается Турция. Дело в том, что дипломатия Антанты не дала твердых гарантий Турции, Османской империи, что в случае ее нейтралитета будут сохранены ее владения. Этим воспользовались немцы. Немцы обещают туркам, тогда у власти в Османской империи был триумбират младотурков, Энвер Таладжемаль, военно-политическое руководство этой партии, им обещают все, что хотите, немцы. Хотите, пожалуйста, вернем то, что захватили Англия и Франция владения. Хотите, вернем при Черноморье. И для того, чтобы Турция в кавычках чувствовала себя уверенней, в район проливов проходят германские корабли, Геббин и Бреслау, протесты не удовлетворяются, Антанты. Турция объявила, что эти корабли куплены. И так постепенно Турцию, плюс немцы обещают миллиард золотых марок, Турцию вовлекают в войну. Об этом чуть позже. Остается вопрос. Идет, началась война. Мы несколько отмотаем ленту времени, это вполне необходимо. Смотрите, 1 августа война объявлена Россией. 3 августа в войне Франция. А что же Англия? И напомню, ребята, что Казер считает, что Англия в войну не влезет. Что вот были кризисы там начала 20 века, Англия использовала угрозу флоту, но войну не развязала. Хотя немцы отступили, я имею в виду марокканские кризисы 5-11 годов. И Казер надеется, ну хорошо, где-то англичане скажут о мире, где-то поугрожают, но в войну не вступят. И в этом отношении Казер жестоко просчитался. 4 августа английская политическая элита сочла, что самое время вступить в реальную войну и раздавить конкурента. 4 августа Англия вступает в войну под предлогом защиты нейтральной Бельгии. Казер на полях донесения германского посла в Лондоне пишет пространную цитату, изливает свой гнев грязная торгашеская сволочь, пишет Казер, которая кормила нас речами там и банкетами и так далее. Таким образом, ребята, война становится глобальной, действительно мировой, война становится затяжной, и как вы видите, она постепенно охватывает не только Европу. Турция колеблется, но на территории Турции германский флот в проливах, германские деньги обещают германские советники. И напомню, немцы обещают туркам сохранение, даже расширение их империи. И 29 октября турецкие корабли и немецкие Геббин и Бреславы под командованием германских офицеров обстреливают побережье Российской империи, Николаево, Одесса, Севастополь. 29 октября Турция вовлекается в войну. В ответ на это Антанта в ноябре объявляет Россия войну Турции. Таким образом, 14-й год, итог, война превращается из Бритскрига в затянувшуюся войну. В войну вовлекаются не только страны европейского мира, но и страны, военные действия идут на территории Азии. Таким образом, и не только Азии, потом они перекидываются в колонии. Таким образом, война становится глобальной, Бритскрик рушится. И о том, что было дальше, мы поговорим во время следующих занятий.